Здравствуйте, уважаемые накуры! С вами я, Дмитрий Лафетников и производственная компания Дубрижар. И в этом видео я вам расскажу, из чего можно гнать самогон. На самом деле, тут все просто. Вся суть домашнего самогоноварения крутится вокруг того, что дрожжи едят сахар, выделяют спирт, углекислый газ и тепло. Логичнее предположить, что то сырье, где есть сахар, и будет основным источником для производства самогона. Согласитесь? И для домашнего винокурения я вижу тут три источника сырья. Первое, конечно, это же сам сахар. Второе, фрукты. И третье, неочевидное, может быть, кому-то зерно или картошка. Ну, крахмало, содержащее сырье. Давайте пойдем по порядку. Смотрите, сахар. Тот, который продается в ближайшем магазине. Это самое доступное сырье. Согласитесь, что в любом магазине продается сахар. Где бы вы ни жили, в пустыне, в горах, на Чукотке, в Москве, вы всегда можете достать сахар. Второе, это самое недорогое сырье. Да, на фоне постоянного роста цен на сахар, это может звучить несколько абсурдно, но все-таки, понимаете, тут связано еще с выходом. Один литр самогона. И в любом случае, в конечном итоге, те деньги, которые вы потратите на сахар, они окупятся, если бы вы купили нечто другое и сделали из них самогон. То есть стоимость сырья прежде всего связана с выходом. Согласитесь, сколько вы потратили, сколько получили. А с сахара, с одного килограмма сахара вы получите один литр самогона. Ни с какого другого сырья вы столько не получите, уважаемые винокуры. Это самый высокий выход. То есть преимущество сахара. Доступность, цена, выход. Вместо сахара можно использовать декстрозу и фруктозу. Эти вещества может и чище сахара, но экономически нецелесообразно для домашнего использования. Конечно, можете попробовать, но я не вижу смысла покупать мешок декстрозы или фруктозы. Будет в несколько раз дороже, но по качеству на выходе будет примерно одинаково. Кто хочет, тот попробует. Следующее. По доступности это фрукты. В фруктах содержится сахар. Вопрос с выходом. Если с одного килограмма сахара мы получаем один литр самогона, то с одного килограмма фруктов мы никогда не получим одного литра. Тут все будет зависеть от сахаристости фруктов или ягод. Самое оптимальное, это, конечно, виноград. Даже учитывая, что мы не живем на юге Сицилии и сахаристость нашего винограда доходит где-то до 20-25, сами можете прикинуть, все равно с одного килограмма литра не получите. Как ни крути. А дальше все будет только хуже. Яблоки, малина, абрикосы. Все имеет свою сахаристость. Сами для интереса наберите в интернете содержание сахара в том или ином виде фруктов. И картина станет ясна. Следующий момент по фруктам это сезонность. Сами понимаете, что сейчас февраль, виноград у нас не растет. Да, конечно, глобализация дает свои плоды. При желании вы можете найти виноград. Но, скорее всего, чудес же не бывает. И прежде, чем его сохранить до февраля, его чем-то обработали. Сомневаюсь, что он лежал в холодильнике все это время. И, соответственно, вот эти вот консерванты, которыми обработаны эти фрукты, дадут свой оттенок вашему напитку. Я думаю, что не стоит этим заниматься в феврале. Лучше этим заниматься в августе или в сентябре. Согласитесь. Следующее это региональность. Страна у нас большая. Сами понимаете, что тонна винограда в Сочи и тонна винограда в Петропавловске-Камчатском будет совершенно разная и по цене, и по доступности. И третий источник сырья раньше когда-то был основной в древности. Это крахмалосодержащие сырье. Зерно и картошка. Здесь сложность в чем? Что, на первый взгляд, конечно, зерно может даже будет стоить и дешевле сахара. И может оно будет даже доступнее, если кто живет в сельской местности. Там пару мешков пшеницы найти всегда можно. Но если в сахаре, который вы купили в магазине, и фруктах сахар находится как бы в открытом доступе, то есть дрожжи попали на сахар, начинают его сразу есть и выделять спирт. То здесь в зерне сахара нет. Он содержится внутри крахмала. Необходимо провести некие действия, чтобы расщепить крахмал на сахар, чтобы он стал доступным для дрожжей. В принципе, это несложно. Звучит может как-то так и не совсем понятно. Но, допустим, повторюсь раньше, где-то два-три века назад, любой безграмотный крестьянин знал, что если прорастить пару горстей пшеницы, с их помощью можно осахарить остальное зерно, получить в итоге спирт, самогон. Сейчас это даже для высокообразованного человека звучит несколько загадочно, но мы с вами в дальнейших роликах это рассмотрим. Важно, чтобы вы понимали, крахмал просто так, дрожжи не едят. Его нужно разложить на составляющие, более простые сахара. Это делается с помощью того же самого солода, как раньше. Сейчас, в принципе, человечество научилось делать ферменты. Они бывают сухие, жидкие, но это уже нюансы. Все, уважаемые винокуры, мы с вами рассмотрели виды сырья, из которого можно сделать самогон. Это сахар, фрукты и зерно. Предпочтительнее для вас, для начинающих винокуров, конечно, это сахар. Лучше начинать с сахара. Это и просто, и дешево, и нетрудозатратно. Существует некое ошибочное мнение, что сахарный самогон как бы невкусный, что ли, считается. Скажу вам, это полная ерунда. Во-первых, все зависит от вас. Никто же не заставляет вас пить чистый самогон. Сделайте первую-вторую перегонку, отсекете головы, хвосты, отберете тело, просто бросить там горсть элементарно, там, не знаю, шиповника или корочку апельсина, лимона уже в корне изменит ваш напиток и сделает его намного лучше, чем водка из ближайшего магазина. Сахар это просто и доступно. Но мы с вами будем рассматривать и остальное сырье, конечно, с течением времени. Сейчас главное научиться. Если понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Чтобы не пропустить следующее видео, не забудьте нажать на колокольчик. Напоминаю, что с вами был я, Дмитрий Лафетников и производственная компания Добрый Жар. Мы наполняем теплом лучшие моменты вашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова